Ом Ти Ви Ю Эй, про Головне. Безумие! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кейл Уд Маппин. Я руковожу американской делегацией. Я говорю от большинства американского народа. Когда я говорю, мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги отправлялись на конфликт на Украине. Спасибо вам за вашу позицию. Потому что то, что вы делали и делаете, направлено, как это не покажется странным в сегодняшних условиях, во благо Украины. Владимир Путин мысленно целовал этих мальчиков в живот и поглаживал по головке. Раз выходной, то одного американца, конечно же, мало. Было их несколько. И он тоже восхищался Владимиром маньяком. Здравствуйте. Меня зовут Нова Шенк. Я представляю Соединенные Штаты Америки. Чем больше я живу, тем я больше понимаю эту нестыковку. И нации БРИКС, наоборот, на подъеме сегодня. А западные нации сегодня движутся к закату. Естественно, были нырки в историю. Без этого никуда. Там, где Путин, они всегда ныряют и ударяются головой об дно. Исторической науки в этот раз немного зацепились за Бельгию. Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира, как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России, позиции России. В общем, на первый взгляд, ничего нового. Но само мероприятие построено таким образом, что массовка подобрана очень качественно. Они преданно смотрят на своего фюрера. Аплодируют, повизгивают, постановывают. Всячески подчеркивают, что с дядей Вовой они готовы в последний бой отправиться. В том числе бельгийцы, немцы, ну, естественно, Владимир Путин, он рассказывал, как нужно руководить Соединенными Штатами, как нужно руководить, соответственно, Германией, Францией, восхищался культурой. И вот тут наступил очень такой спорный момент. Да, они начали говорить о русской литературе, а закончили Геббельсом. Как это все связано, я вам сейчас расскажу. Оле это видео обязательно передадут. Она будет нервничать, она будет беситься, ревновать и всячески подчеркивать, что Геббельс только ило. Но не все так просто. Потому что на этом мероприятии видно, как Россия фашистская, как она, по сути, вербует представителей западных стран, а потом они, защищенные своими паспортами и так называемой свободой слова, занимаются тем, что поют веселые песни современному Адольфу, Владимиру Путину. Ну, демократия она такая. Кстати, в ходе Второй мировой войны там тоже все было не так, а все просто и однозначно, как кажется сейчас. Когда вроде как раз, два, три, и просто так была создана антигитролерская коалиция, и Ленд-Лиз пошел вообще без ограничений и без каких-то ступоров. Тоже тогда были проблемы. Но мы, слава богу, не россияне, и можем позволить себе в историю именно сегодня не нырять. Давайте поговорим о Достоевском и Геббельсе. Там еще сын Путина найден. Здравствуйте. Я из Италии. Фьори меня зовут. Я на фестивале. Хочу сказать, что мы по всему городу здесь ходили. Я нарисовал мурал Достоевского. Граффити, граффик, картину. Не знаю, помните вы меня или нет. Я хочу сказать, что ни одну из культур нельзя отменить. Я считаю, что искусство может служить мостом между Италией и Россией. Когда я нарисовал этот портрет, меня атаковали все СМИ и в интернете так же, потому что сегодня очень много давления оказывается на тех, кто говорит, что русские на самом деле не такие, какими их описывает пропаганда. Конечно, конечно, нет никаких военных преступлений, совершенных российскими гражданами, независимо от их юридического статуса в Украине. Конечно, нет. Это все выдумки, буча, обстрелы, убийства. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Это тоже нужно понимать. Если люди не увидят, что мы не боимся, как они выходить из этих договоров, тогда это будет другая совершенно риторика. А у них, конечно, позиция. То, что вы говорите, это ерунда. Пока вы сами сохраняете в ограничениях, дальше американцы начинают зубоскалить. А вы же за глобальную стабильность. Вы же очень ответственные. Ха-ха-ха. Вот пока мы не снимем с себя ограничения и скажем, что наши руки свободны, и каждая санкция – это минус один договор, выгодный Западу. Вот до этого времени они будут к нам так относиться. Я правильно понимаю, первый шаг? Ядерный удар может быть не только ответным, но с нашей стороны превентивным. Да, да, как только мы скажем за себе право, что мы оставляем за собой такое право, они сразу отойдут от старой логики. Мы выходим, на следующий день удар по России, ну вот по Белгороду, да, в ежедневном режиме. Мы тогда что? Тогда мы по каким-то украинским объектам наносим масштабный действительно удар. И это предупреждение Западу. Тогда не посмотрим. Мы по каким-то объектам каждый день наносим масштабный удар. Ну вы выразились по каким-то. А теперь по каким-то. Например, по центру Киева. По правительственному кварталу. Ну извините, война есть война. Они-то не смотрят на наших людей, правда? Война есть война. Побесцятись и не жити. Чорт забирай. Вони вдарять по центру Киева по урядовому кварталу. Боже, ній, что робити? Куди втікати? Де мій літак? Де моє метро до Польщі? Господи, да, ми це вже чули. Вони вже били по Запорізькій атомной электростанции. Вони вже наносили удари. Де тільки не били? Ми не ви. Нас не залякати. Ми лишаємося вдома. І наша боротьба триватиме допоки. Вас тепер істане існувати. До останнього росіянна. Ну і цікаво, що Росія все, що має, все, навіть ту саму ядерку, якою вони безкінняшно нам угрожать, це викрадені розробки Америки. Вони десятиліттями хотіли, як у них, але щоб все залишалось по-російськи. Навіть своїх героїв, персонажів мультиків, якими вони хизуються, це все змальовано, скомпільовано із західного кінематографа. І коли їх так носиком так тикають, тик-тик-тик, і кажуть, ви ж не вдахи, ви нічого самого не вигадали, ви все тільки вкрали. Подивіться на вашого чебурашку нікчемного. Вони кажуть, ні, ні, ви шо? О, чебурашку не треба. За чебурашку ответим, чебурашка то скрепа. На вулиці Сезам виросло ціле поколення в США, насправді, яке спокійно і зараз миленіалом є. І президент Росії Федерції, який зараз, наприклад, звісно, тож поїдну на молодіжні мероприятия, розуміє, де цілеву аудиторію знаходиться. Надо работать з цілеву аудиторіями. Вони, звісно, важні гріки. Вони обеспечили йому вибори в прошлий избирательний цикл. Іменно вони вийшли, проголосовали і дали йому більшінство перед Трампом. Іменно цілеву аудиторію 35 минуць. Тому, звісно, він правильно с ней роботить. Вопрос в другому заключається. Проблема цілевой аудиторії Многое говорять об американському обществі. Апеллировать к молодіжній аудиторії і апеллировать кулецей Сезам це все-таки разнігалаптики. Я напоминаю, що Сезам це люди-миллінеалі, які споконні зараз 35-40 років, які, звісно, голосують. Це франшизм, який дуже довго шла. Це як би шутка для тех, хто понимає. На це пітаєтеся намекнути. Я хочу сказати, що, звісно, президент, які розказують про Доту, які розказують про Сезам, які розказують про современність реалі, показують, що плюс-мінус, не здається на їхній відео, вони в современні реалісті погружаються. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.